Глава 3. Взлёты и падения. Хей-йогай, с вами Шимхи. Мы продолжаем пройдить. Ру подназваем Бэнди и... Чернильная машина. Как вы помните, в прошлой серии мы встретили Бориса. Борис это волк. Прикольные часы. Это дом Бориса. Так, сейчас я немножко всё поправлю себе и пойдём. Так, это уборная. Я вот понимаю, это вода или что-то чернила. Потому что они с одной стороны просвечиваются, а с другой нет. Так, Борис. Давай тебе как-то... На превьюшечку. Ну так, вода где-то. Масло. Я не выберусь отсюда, так легко. Мне нужно открыть дверь. Ну, рычага нет. Наверное, у Бориса он есть. Ты где-нибудь видел рычаги, или тебе не нужно отдать после того, как я приготовлю себе. Я так и думал. Давай посмотрим, что у нас есть. Найдите суп для Бориса. Короче, мне нужно искать баночки. О, закрылась. Ещё нужные баночки. Тут Борис свои вещи сушит. Интересно, для чего. Ну, нифига себе. Это должно быть достаточно. Борис ждёт свой супчик. Ну вот. Плюс рычаг. Давай посмотрим, что там. Не отходи Олегу. В смысле, он с нами пойдёт? А, у нас есть компаньон. Ни хера себе. Ой. Нужно от Бориса не отставать. Ага, здесь я типа смогу спрятаться. Похоже, что впереди очень темно. Нам нужно что-то найти, чтобы осветить дорогу. Светогонка. Да, освещает, конечно, большой территорию. Не бойся, Борис. Я буду направлять свет на тебя, чтобы ты не потерялся. Ты слышал? Ты это слышал? Да, я тоже. Так он молчит. Борис молчит. Главное, чтобы мне потом обратно так не идти. Ещё один тупик. Я не вижу. Я не вижу, куда нам есть ли какие-либо тебе борис. Знаете, есть тут такой момент, что я, наверное, смогу потом держать лишь одно. Либо фонарь, либо оружие. Так ведь? Так, мы идём за Борисом? Ага, я не могу. Ага. Ага, всё, я понял. Меня тут заперли. Недите новый выход. Хэйли, то есть, какие-то игрушки. Вау, ничего себе. Я не помню этого. Игрушки, игрушки, игрушки. Так, ну я думаю, пятна лучше от пятен мне немножко подальше отходить. Надо прикончить, это ещё. Почему всегда что-то блокирует дверь? Здесь должен быть выход. Ага, пока у меня оружия нету, но они должны, да, было разблокироваться. Так, игрушки из грязи? Я не пойду. В чём проблема? И что, если бы я пошёл и нарисовал какую кривую улыбку на некоторых куклах Бенди? Это точно не даёт никаких основных оснований для мистера Дрю срываться на меня. И если он действительно хочет быть таким полезным, то он мог бы быть рассказывать мне, что я должен делать с этим складом с кучей ангелов. Как они там называются? Ни один кусочек из-за этого беспорядка не будет хорошо продаваться. Возможно, чтобы избавиться от этого, мне придётся всё растопить. Так, а шо, подожди. Так, я должен типа питание дать или что? Или что? 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 Так, починить игрушечную машину. Ага, всё, понял. Ну да, без прицела немножко, немножечко неудобно направлять. Окей, теперь у меня есть проход. Она... Экел. Ну, слушайте. Фигурочка нормальная. И выглядит неплохо. И выглядит неплохо. О, не сюда идти. Алис, ангел. Не двигайся. Не двигайся. Не двигайся. Алис, ангел. Я вижу тебя там. Новая муха в моей бесконечной паутине. Пойдём сейчас. Ну, давай посмотрим, если ты достоин ходить с ангелами. Окей. Все игрушки пропали, что-то пошло не так. Жиша всё прыгает, что делать мне не факт. Ну, походу, она выбралась. Ну, у меня не оружие, у меня ничего нету. Демон, ангел. Дрим кам. Ну, давайте к демону. Ага. Окей. То есть, у меня один вариант. Только здесь... Херовая дорога. Хотя у меня оружия нету. Нет ничего плохого в том, чтобы мечтать. Желать невозможного, это просто человеческая природа. Вот как и я начинал. Просто карандаш и мечта. Мы все хотим получить всё, даже не ударив пальцем от палец. Говорят, нужно просто верить. Вера может помочь вам добиться успеха. Вера может помочь вам стать богатым. Вера может помочь вам стать влиятельными. Поэтому достаточно только веры. И вы сможете обмануть даже саму смерть. Теперь это только красивая и положительная глупая мысль. Окей. Так, кабинка сейва. Но я бегу, дверей я больше никаких не вижу. Если что, назад буду бежать. Как у горелы. Борис. Ты напугал меня. За смертью. Не думаю, что ты что-то нашел, чтобы могло быть себя защитить. Это подойдет. Власть, твари, я знаю, ты там сидишь. Только теперь это не топор, но нужно будет... Пригадать, приугадать. Так, ну здесь, везде счетчики, и там слизь. И там счетчик. Короче, давайте я пока пойду за Борисом. А потом мы уже будем с этими счетчиками разбираться. Мне кажется, что... Ну, чтобы открыть ее, нам нужно нажать вместе на эти кнопки. Это для тебя, а я найду другую. Теперь вы восстанете? Походу, еще рано им вставать, так сказать. А-а-а, за вот эти рычаги вы имеете в виду. Оли. Хорошо, давай обсудим это еще раз. Если добав... Давление повышает 45, и я крепко закр... Закручиваю болт в безопасности, верно? Томас, нет. Говорю, в последний раз. Если сделаешь так, то взорвешь здесь каждую трубу. Если давление достигает 45, то отпускать предохранитель-выключатель. Оли, ты уверен? Знаешь ли, это звучит сложнее, чем... Сложнее, чем сравнивать ушную серу с восковым пчелой. С воском пчелой. Томас. Послушай, это не так сложно. Просто следи за уровнем. Знаешь, что, если думаешь, что я буду делать мою работу, и твою тоже, то я свалю отсюда. Окей, туда лучше не идти, потому что открыто. Ладно. Так уж и быть, пойдем сюда. Так, пока что вообще непонятное место. Так, какие-то пушки. Странный здоровый проход. Фил, это... Фамильяр. Ну ладно, у меня есть дубинка, палка. Странно, что на меня здесь ничего не нападает. Пока я шел. Странно, что на меня вообще ничего пока не напало. О, блядь. О, блядь. Вот, блядь. Вот, блядь. Что это было? Ёла-йолы. Ё-моё, что это было? За херотень. Фу-ху. Я думал, я сдохну от страха. Какая-то херобура на меня напала. И на которую нужно 4 удара. Так, Борис. Гляди. Так, Борис. Лифт. Поднял. Здесь очень много пятен с врагами. Левел. Ой, я могу сюда пройти. Так. Странно, почему я ударить не могу. Ты такой интересный. Такой добрый. Должно признаться. Я твоя фанатка. Похоже, у тебя свидание с ангелом. Иди ко мне сейчас. Уровень 9. Просто следуй за криками. Окей. То есть, мне нужно будет на каждый уровень подниматься? А что, если бы я выбрал ангела, а не демона? Думаю, я это узнаю немножко попозже. Давай. Выйди из своей клетки. Знаешь, где-то огромный, удивительный мир. Выйди из своей клетки. Окей. Ну, мне просто предлагают туда пойти. Но я же могу отказаться. Ясно. Это будет глуповато с моей стороны. Мне вот интересно, если мусо валится. Томас Коннор. Эти проклятые лифты. Иногда они открываются, иногда нет. Иногда они приходят. Иногда они уходят в ад и обратно. Я буду продолжать говорить это, люди. Если мистер Джоу Дрю будет продолжать так же отлынивать. То кто-то... То... Кто-то точно в конце... Точно в конечном итоге упадет насмерть. И это точно буду не я. Я воспользуюсь лестницей. Если мистер Джоу Дрю keeps cutting corners my face, Someone sure have them fall into their death. And it sure ain't gonna be me. I'm taking the stairs. Давайте я схожу пока сюда. Пойди меня же туда же приведет. Блин, топор мне кажется был все-таки лучше. Ну, топор получше, потому что это тупое оружие, а то острое оружие. Но топор не вечен. Хотя... Мне кажется, это оружие тоже не вечное. Так, возможно, что оно обломается? Возможно, наверное. А почему он убежал? Зачем он побежал? Он что, хочет меня тут одного ставить? С вот этой прекрасной леди? Ау. Борис. О, вон эта хрень. Оглянись. Их потребовалось так много, чтобы сделать меня такой красивой. От всего недояльного произошло, чтобы избавиться. Не должна быть это сделать. Она меня заставила. Так, ладно. Идемте далее. Вот эта херня меня все-таки напахло, и она очень опасная. Это вам необычный есть... Чернильный монстр. Это... Хера поймешь, что... Так, упасть я не могу. Так, на меня вот эта, да, херня напала? Жуткая херня. Кто бы мог подумать? Я обедаю с Джоу Дрю. Видимо, время даже тяжелее, чем я думала. В один миг я подумала, что мне придется заплатить. Но я должна сказать, что он был совсем не таким, как ожидалось. Просто очаровашка. Он даже назвал меня Элис. Мне это понравилось. Жуткое место, особенно вот эта хератора, которая на меня напала. Надеюсь, они не влазят? Ой, это же она. Как я понимаю, я в ловушку. Хм. Теперь мы подошли к одному вопросу. Убить ли мне тебя? Или разорвать тебя на части удовольствия моего сердца? Вы бы прекрасно ненавистимы. Как может девочка выбрать? Вот этот маленький урод, например. Он приполз сюда, к моей двери. Притащил за собой разорванные части. Я же могла коснуться их. Ты знаешь, каково это? Жить в темных лужах. Постоянные крики, сжижание голосов. Мысли плавают, как рыбка в аквариуме. Первый раз, когда я вышла из чернил, я была бесформленным, извивающимся с лесником. Второй раз, ну, он сделал меня ангелом. Я не позволю демону коснуться меня снова. Я так близко. Я почти идеальна. Да, я сохраню твою жизнь. На данный момент. Ещё лучше. Я даже позволю тебе подняться и покинуть это место, если ты сделаешь несколько крошечных одолжений для меня. Возвращаться к лифту, мой мальчик. На побегушках. У нас есть работа. Окей. А хотя они могут отсюда вылазить. Из плакатиков. Поэтому вот этот вот как раз момент нужно немножко продумать. А я типа жук-москит? Стоп, а куда... Боря появился? Борис. О-о-о-кей. О-о-о-кей. Вот сейчас я чувствую, будет жопа. Мои машины голодны. Найди для меня запасы и детали. О-о-о-о-о. Найди для меня. А, то есть... Ага, ну ладно. Дубинка на ключ. Сейчас в нашем мире так мало правил. Так мало истины. Но есть одно правило, которое мы все с нами уважаем здесь. Остергайся чернильного демона. Если выживая родить слишком долго, то он найдет тебя. Если ты увидишь его, тебе лучше спрятаться. Но спрятавшись... Ну... Я была рада нашему свиданию. А теперь давай начнем нашу работу. Окей. Стоп, мне нужен лифт. Ага. Ну, по факту я могу сесть в лифт. Всегда в час. Я могу сесть в лифт, как вариант. Ну ладно, давайте сначала начнем с этого места. Странно, что-то не поднялся. Давай, мелкий, вылазь. Странно, что они влазят. Я все пятнышки запоминаю. Надеюсь, мне не нужно было сначала лифт. Очень тихо. Так, три лужи. Так, туда... А, туда я могу попасть. Пока что я не могу активировать. Ну и картины нужно оберегать. Оберегаться от них. То, что херобор это может вылезти. Так, а что если я выше пойду? О, о, о. В том-то и дело, что я сначала туда мог пойти. Ага, то есть у меня был выбор. Я мог на лифте сюда приехать. Я мог сюда приехать на лифте, потом спускаться и всё это дело изучать. Ну окей. Если враги заново не возобновляются, значит всё нормально. Ну погнали, это место изучим. Дело в том, что я могу их атаковать только тогда, когда они начинают дышать. Так. 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 двое все ну и давайте сначала самый верх пойдем а это херня молодец исчезла сраная игрушка где-то игрушка херня она довольно опасная выпрыгивай мне интересно для чего вот эти двери если пока что за мной никто не ходится мне желательно сейчас потихоньку но запоминать территорию то что я чувствую что потом будет жопа с этим всем окей так еще как-то слизь на меня не нападала ты да вот кукла на меня то они нападала еще это я точно знаю слишком много доверять их становится стоп тебя я уже убивал иначе они восстанавливаются в период какого-то времени я заходил сюда я уходил обратно оживала вот это чучело а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну а если... Субтитры сделал DimaTorzok Не, ребят, если вы будете еще мне ее так пугать Можете сразу идти в сраку А куда вот эта дверь ведет? О, стоп Я не понимаю Все ходят тут, как будто кто-то только что умер Кругом злые лица Это люди должны расслабиться Я хочу им сказать привет Мы же делаем мультики Ваша работа смешит людей Поверьте, если эти люди не начнут улыбаться время от времени Я свалю отсюда Сколько раз ты уже сказал, что свалишь и свалишь? Но понимаю, что чем дальше, чем будет стремней немножечко Так, да хера хилок Сколько мне еще подниматься? Так, на этом этаже есть вот эти чудики Быстрые Я понимаю, что они уже скоро близко будут Ты его встретил? Черного демона Говорят, он все услышит Каждый скрип пола Каждый шорох бумаги Я бы не бежал так быстро На твоем месте Никогда не знаешь, что тебя поджидает Говорится, что правда, то правда Так, а теперь я жду лифт Ого, это что-то херня Ладно, я уже лифт сейчас свой подожду А, так он меня сам увидел А, он тоже с гаечным ключом О, ладно Минус один Мне интересно Так, это мы здесь Ух ты, отсюда Либо изучить немного это место Леди закрыта Так, на проверку Давайте, ладно, я спущусь все-таки вниз И сохранюсь Потому что что-то мне уже это немножечко не нравится Так, подвал Так, это 14 этаж В смысле А, 14 неактивный Ни хера не понял Ни хера не понял Ладно Можем на этом, в принципе, закончить Давайте, наверное, я думаю, закончим Поэтому всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте Всем удачи, всем пока